Бюрократическая судорога Бюрократическая судорога Бюрократическая судорога И сегодня власть выстроила очень удобную для себя ситуацию с точки зрения экономики. Власть управляет людьми практически не прикладывает для этого никаких усилий. То есть люди осуществляют контроль и управление над собой сами. Люди сами являются себе и полицейскими, и судьями, и прокурорами. То есть власть освобождена даже от своих каких-то обязанностей. То есть общество становится полицейским обществом. И то, что я могу предложить, как можно этому противостоять, что может в ответ на такую ситуацию предложить искусство, это освободить свои руки, в ответ на это освободить свои руки и заставить власть разрушать декорацию, заставить власть разрушать вот эту вот декоративную настройку, надстройку всеобщего благополучия, показывать вот эту действительность, вот эту механику управления, которая на самом деле очень жестокая, которая действительно административный оскал всегда скрыть за вот этой вот настройкой, за этой декорацией всеобщего благополучия. И, соответственно, показывать это, и освободить руки, и заставить власть работать на искусство, заставить власть работать на нарушение и разрушение нарратива власти. Нарратив власти, ну, если так попробую сказать коротко, это слушай, повторяй, подчиняйся, это нарратив власти. То есть искусство, я думаю, всегда говорит, говори, опровергайся, противляйся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я исхожу из того, что искусство – это работа со смыслами и формой выражения этих смыслов, а смыслы – это предназначение. То есть искусство, я думаю, всегда говорит о том, оно говорит о предназначении. То есть чем является жизнь человека, вот это вот время человека, которое у него есть, предназначение жизни в подчинении или в освобождении. То есть это такие определенные, это основополагающие смыслы, о которых должно говорить искусство. То есть оно все равно будет всегда к ним возвращаться. И власть заставляет общество, заставляет людей становиться знаками, как раз знаками подчинения. И нужно, я не знаю, каждый, наверное, как-то по-своему, каждый, находясь в своей области, кто-то в искусстве, кто-то писатель, кто-то журналист, все заняты разными. Делаем и разными вещами, и разной работой, но лучше, конечно, стремиться быть знаком освобождения, нежели знаком подчинения. Делаем. 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 Декоративное искусство ничем не отличается от пропаганды. Пропаганда всегда встает плотной стеной между истиной и взглядом. То есть я стараюсь делать все, чтобы как раз вот эту декорацию, насколько возможно ее отодвигать, насколько возможно ее разрушать, насколько возможно нарушать вот этот нарратив власти и насколько возможно обнажать действительность. Я занимаюсь политическим уменьем. Есть разные типы уменья и уменья, которые выхрадывают против политическому уменью. Это декоративное или формалистическое уменье. Это в подстатии пропаганда. Она старается витворить барьеру между тем, что искусственное и что не реальное. Я стараюсь с помощью уменья это поручить. Я стараюсь с помощью уменья это поручить. На этой выставке вы сможете увидеть, помимо документации, помимо акции, вы сможете увидеть то, что я называю прецедентами политического искусства. Это как раз то, когда власть сама своими руками опровергает нарратив власти. Когда власть начинает работать на цели искусства. То есть на опровержение собственного нарратива вы сможете увидеть это в черно-белой документации. То есть примерами, я не знаю, слышал кто-то или нет. Первым примером стало, прецедентом, первым стало это, когда было возбуждено первое уголовное дело. И подпись следователя, который возбудил это дело, я увидел эту первую бумагу, это был точный пластический аналог акции Туши. Акции, которую я делал за полгода до этого. Безусловно, это совпадение. Но это совпадение, которое... И в акции Туши я говорил о репрессивной законодательной системе. Ну то есть получается в любом случае, что действие власти, оно сработало не на нейтрализацию искусства, не на ликвидацию меня или там... Не получилось тогда испугать меня, заставить прекратить. Они сработали на, опять же, на высказывание, которое уже было до этого. Они установили новые связи между акциями, между действиями. То есть, помимо этого, следующим, наверное, прецедентом был это вот текст «Диалоги об искусстве». Когда обычное формальное действие для следователя и следственного комитета, то есть допрос подозреваемого, а потом обвиняемого, он превратился сначала в текст, потом... В Москве уже театр «Док», они уже через год, гораздо позже, они сделали спектакль, то есть где уже играли актеры. То есть, таким образом, через эту цепочку, цепочку событий можно увидеть, как, опять же, действие власти, оно превращается... Ну, можно сказать так, что театр — это уже совсем искусство-искусство. То есть, если многие там еще касаемо относительно того, что делаю я или каких-то еще вещей ставят под сомнение, искусство или неискусство, ну, это дело каждого. Ну, когда театр на сцене с билетами, зрителями и так далее, и так далее, и все это в контексте, в таком-то, это уже, безусловно, совсем искусство. И все равно это искусство опять сделано, и сделали его представители власти. Ну, в том случае я немного, конечно, помогал. Следующим прецедентом было это, когда следователь, который возбуждал уголовное дело, он пришел уже на первое заседание, через полтора года, и он уже хотел осуществлять защиту. То есть, он захотел стать адвокатом. То есть, почему, ну, это полностью показало всю фантомность этой системы. Ну, а какому можно было говорить преступлении в уголовном деле, когда и сторона защиты, и сторона обвинения бывшего были однозначно убеждены, и в один голос говорили, что преступления нет. Продолжение следует... На этой статье вы можете увидеть документы, документы к моим акциям, но там есть также председенты политического умения. Это ситуация, когда влада сама себя вывратит. Когда влада начинает работать про умение. Вы можете видеть в документах с названием «Черно-билая документация». И то, что, например, когда было захватено крестное решение, то один из тих вышетрователей протокол подопсал таковым подписом, который выглядит так же как в акции «Мршина». Можете видеть, что он так заточен, что это неправильно напоминал акцию. Но это неуверительное, что я показывал на репрессы со стороны законодательного системы. Они меня несликвидовали, они не смогли у меня никак неутрализировать, но в результате подтверждили, о чем я мгновил и на чем я показывал. А до конца и новые совместности. Также есть текст с названием «Диалоги о умении». Там идет о препис того, что был поздно запись с вышетрованием. В Москве на основе этого вытворили представление, которое хранит в дивадле. И видимо, что чинность влоды превосходила до умения. И здесь умения уже чистое подобие. Дивадло, куда люди придут, кучатся листки. Многие люди diskutуют о том, если я или нет, а не я умелец. Но когда мы говорим о дивадле, то уже без умения умения. Другим таковым примером, что вышетрователь, который сам сформировал трестное решение против меня, по пулу года уточил и наврнул, чтобы меня обхакал, чтобы стал моим адвокатом. Это показывает на то, как этот систем неуверительный. что и жалобцы, и обжалования начали уходить одним классом. После этого, безусловно, значимыми прецедентами политического искусства это был железный занавес, которым заколотила себя Рубянка. То есть и на мой взгляд, это было не менее значимым, даже с точки зрения искусства и того, как это было визуально построено, чем акцию, которую я существовал. естественно, я не мог предполагать, что это будет сделано именно так. То есть это то, что сделало власть своими собственными руками. Помимо этого, ФСБ сделали очень хорошую видеодокументацию. Она, к сожалению, не представлена на этой выставке, но я ее вывешиваю в Фейсбуке, вы можете посмотреть. Она длится 12 минут. Она, опять же, без всякого монтажа, без всякой цветокоррекции сделана очень интересно. То есть там, где нужны расставленные акценты, все-все построено. Все это сделано вот камерой видеонаблюдения, которая висела над первым подъездом, ну, собственно, здания ФСБ Лубянки, над первым подъездом Лубянки. И, ну, конечно, очень важно, наверное, очень большим прецедентом является, явилась вот эта переквалификация. когда сама власть, когда они сами сказали вот этой переквалификацией на 243-ю первую статью, тем, что основанием для признания себя памятником культуры может быть методичное уничтожение культуры. Ну, на мой взгляд, это было очень сильно, и я даже мечтать об этом не мог, что вот это все произойдет в тот момент, когда, ну, когда я осуществлял акцию «Угроза». Они все сделали сами. То есть вот об этом как раз я и говорю, когда говорю о новой экономике политического искусства, и когда я говорю о том, что власть и представители власти, они всегда предопределены, и они обусловлены служебными предписаниями, то есть своими же собственными властными полномочиями. И я думаю, что имеет смысл каким-то образом направлять их в полномочия в целом. на целом, не в союзе. В следующем душе политическом прецеденте есть железная окона, которая возникла в Рубианке, т.е. Сидла Федеральной службы безопасности. И если было то, что то было так визуально и так символической, что я нечекал как-то шутить его с собой, пострадал акцию. А здесь опять стало то, что влажная сама или представители МОЦ взяли целый вывод за один конец. ФСБ к тому тоже есть хорошая документация, но это не здесь, но вы можете посмотреть на моем фейсбуке, это видео на храпках, который имеет 12 минут. Не есть там жадные монтажа, это зазнам политочной камеры, как завершает первый вход до фсб. И это очень интересно, как там акцентированы разные вещи. Дальше председентом является, как представители МОЦ взяли целую ценность, что наконец отказали на отставе с тестовым закон, который говорит о том, что работают с пошпознением культурной памятки, что решили все поискать как уток на культурную памятку. Так что я с вами нечекала, что я так делаю, когда я организовала акцию ХРОЗБА. Поэтому я говорю о новом экономическом и политическом умении и о том, что представители МОЦ взяли собственными предписами, но в общем-то смысл засахать, потому что можно обливать смыслование, а то, какую цель убирает то, чьим се живет. – Спасибо. – Хорошо, спасибо. Петр, я вот, как я наблюдаю последние 20-25 лет за развитием российского акционизма, то я не могу не отметить, что по сравнению с мировым, что это может быть не для успехов, но по крайней мере у меня такое ощущение, но все-таки гораздо более политизировано. Больше художники противоставляют себя власти. Это первая возможность на сполку моего ашушения и правду, а вторая, если таки да, то, чем это вызвано, на сполку действительно роли политики в каждой дивной жизни, власть. Такое, что нужно рефлексировать, потому что это просто непосредственно. – Дякую, Петре. Я хочу сказать, что последние 25 лет следую в развитие русского акционизма. И я имею в виду, что в сравнении с мирной сценой это выстраничено в политическом месте. Так я хочу спросить, если есть правду, если мой взгляд такой же, а дальше хочу спросить, почему роль политики так важна, что действительно так важна в каждой дивной жизни? – Ну, прежде всего, я не думаю, что оно более политично, то есть ни в коем случае на самом деле, то есть искусство западное, искусство художников, оно чуть… западных художников, оно чуть ли менее политично. Другой вопрос, что, возможно, оно в России более внеинституционально, то есть особенно может быть тенденция, которая, мне кажется, в последние годы, я не буду говорить то, что было до 90-го года, но, скажем так, последние, это группа война, наверное, началось, когда искусство стало вне институции, ну, как-то осуществлять себя. То есть оно внеинституционально, но не менее политично. Ну, и, возможно, за счет того, что оно внеинституционально, оно иногда кажется где-то более радикально. Но это, я думаю, связывалось с этим. Потому что это немного другое. То есть работа внутри институции – это, безусловно, работа в политической системе, но, помимо этого, есть еще директор какого-то зала или музея, там, администрация, менеджерский состав и так далее, и так далее, и высказывание художника, каким бы оно ни было аутентичным вначале, оно все равно, в конце концов, проходит всю эту череду согласований, и результатом становится, скажем так, компромисс всего вот этого конфликта интересов. То есть я говорю о том, не обоснования архитета, в респективе ли я показать того, что уже было, потому что оно нанесет какое-то, скажем так, оно не только-только появляется, о том, что происходит здесь и сейчас. То есть, ну вот, когда вот только-только, да, высказывание какое-то аутентичное, которое у человека было в голове, и вот оно его осуществляет. Ну, не важно, в какой форме, форме фотографии, живописи, или чего-то еще. То есть это вопрос, просто инфицианальному, инфицианальному контексту. Ну вот так вот. Я не думаю, что умение в Русску было бы более политическое. Западные умелцы нечут о них ненее политичные. Я думаю, что в Русску это больше вне-институкий. А то, когда я говорю о последних летах, не говорим о том, что было до 90-х лет, спишь это возьмем от заложения скупины Вайна. Я думаю, что русское умение спише формировано мимо некоторых институтов, а может потому что несколько раздается более радикальным. Но если вы творите в рамках некоторых институтов, как и в рамках политического системы, а потом каждый институт, например, музеум, может быть везде своя руководитель, манажеры, спрага, а потом там умелец. И потому что, что он может быть autентический, то его творба должна пройти с хвалованием на несколько уровнях. И в результате это всегда до определенной мили комфортной конфликтной связи. Я думаю, что это не так, как форма Д, а то есть фотография или вытворное умение, но, чтобы было захвата автентическая, я думаю, что это нужно вставить в рамках институтов. Я думаю, что вы уже упомянули группу ВОНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНО. Нет, мы не знакомы, то есть мы лично не знакомы ни с Олегом Морковым, ни с Натальей Сокол, ни с их детьми. И мы существовали, действовали в разное время. поэтому, сейчас они в Европе, находятся и предлагают что-то делать. Я нахожусь в России. Уже позже, много-много позже, мы общаемся с кем-то, встречались с кем-то из Пусераи, но, скажем так, тоже уже в момент, когда они скорее уже перестали так чем-то заниматься. Нет, конечно, мы не являемся никакой группой, вообще являемся совершенно разными методиками, подходами, видение, мое искусство, я думаю, и мое лучшее совочинство. Особенно мы с представителями «Воина» не знаем. Они также в Европе и творят там, но я уже в Русске, но не могу сказать, что мы общались. Я встретил с некоторыми членами «Тусира», но это уже было спешно по скончении их дворки. Так что, разве не не надо говорить о том, что мы были едной группой, которые имеют разные методы, разные приступы и разные взгляды? Тем более, мы ни с тем никогда не обсуждаем и не советуем себя. Даже если сейчас знакомы. Ну и что касается акций, допустим, угрозы, об этом не знали вообще. Потому что там уже, как бы, то, что касается вот этого действия непосредственно, тут уже сама действительность диктует определенные тактики и методы, потому что, ну, любой человек, который знает, он уже попадает в опасную ситуацию. то есть мы можем сделать что-то просто не функует так, чтобы об этом объединелим или что-то снятся и потому что мы знакомы, так не Friendship. К примеру, когда я хочу рассказывал акции «Хросба», так никто не znал. Самое будто реальность, как могут быть такие методы. Каждый непоказательный человек, который о том в том визуе, для практики Ваши первые акции, как бы и акции во всех новых российских акцентов, были такими, скажем, телесными. Это было с телом, с боли, страданием. Последние две акции, скажем так, были бунтарские. Ваши первые акции были спорны, как это interpretировать, если это как-то фирмен. Первые акции, и первые акции, были физические. Ваши последние две акции были спорны, таковы бунты. Как вы можете это выкладывать? Это не совсем так. Прежде всего, не две последние акции бунтарские, как вы сказали. Была акция «Свобода», это была четвертая акция, она была после акции «Фиксация». После нее была акция «Отделение», то есть это когда я обратился к истории «Фиксация», к наследию Ван Гога, когда я отделил мочку ухом. Ну, просто, на самом деле, я в другом контексте повторил действия Ван Гога, не более того. И следующая уже акция была «Угроза», то есть тут не было такого, что были сначала какие-то акции сверху сделаны, а потом вдруг какая-то перемена произошла. Нет. Что касается, почему она может быть первая, ну, прежде всего, я никогда не работал и не работаю с болью. То есть, в принципе, ну, она не является предметом какого-то моего интереса, и там какой-то боли во время акции я ее никогда не испытывал. Потому что, ну, скажем так, самым большим беспокойством, наверное, это был холод на улице, потому что бывало довольно холодно, особенно во время акции «Отделения», да, было довольно холодно. Но, скажем так, там нож или гвоздь или там игла – это всегда довольно острые предметы, и, ну, делается это быстро, поэтому, ну, чтобы заставить себя мучиться, нож должен быть тупой. То есть, нож острый – это, ну, это не доставляет. То есть, а работаю я, опять же, не с темой, ну, я не работаю со страданием. Я работаю с определенными культурными кодами. То есть, в России, допустим, зашитый рот или прибитая мошонка – это, ну, вот, про, скажем так, отделение, да, мучки лука. Я обратился непосредственно к истории искусств, к наследию Ван Гога. Что касается рта и что касается мошонки – это жесты, которые осуществляют, которые происходят, которые делаются исключенными в российских лагерях или, ну, скорее всего, как правило, это крытые тюрьмы в лагерях, то есть, когда тюрьма в тюрьме уже, да. И, ну, это особенно касается фиксации, безусловно, потому что я ее делал в красный день календаря, красный день календаря – это 10 ноября, это день полиции, такой вот самый красный день. И это красная площадь, то есть, ну, в каком-то роде я даже работал с цветом, вообще с понятием красного цвета, условно. Ну, и необходимо было именно этот жест осуществить именно в этом месте, да, потому что, ну, на самом деле, тюрьма или зона – это не только вот это вот место, которое ограждено вот этой, да, полючей пробовой, там, забором, и написано «режимная зона», и все, оно на самом деле гораздо больше, гораздо шире. Как раз режим определяет, является место, тюрьма или зона, и как раз говорил я, и необходимо было показать, что граница между контекстами уже давно стерта, но она стирается, она стирается, ну, потому что она не совсем еще стерта, да, это не буквально это сделано. То есть, это опытные строгие, какие были общие или особые, да, но она, в том случае, она стирается, контексты проникают от друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Несивно. В общем, это правда, что бы я впервые была первая акция «телесная» и потоме акции, которые тяле нету. Уже, вы говорили о том, что последние две акции были «споры», «бунты», но первая акция «Свобода», это была одна из тех, которые там может быть заредить, а то была четвертая акция «твнутая». а потом еще следовала акция «Одделение». Там я в реакции или в алуи на Ван Гога урязнула волтец, а потом следовала акция «Хрозба». Так что не надо говорить о том, что я замерзал на тяло, а потом я поменил, чтобы я не работал с болезнью. Я не работал с болезнью. Это не объектно. Ни болезнью я не проживала болезнью. Самая хроза была зима, а когда я реализовала акции «Одделение», то было венку очень холодно. Но я использую предметы «Оснатый драк» или «Яхла», но нужно делать это ручно, а потом болезнью не так. Я не работал с утропением. Я работал с различными культурными кодами. Когда я урязала часть «Оха», я реагировала на «Тан Бога», но если мы поменим «Сещитие урус» или «Шолку» к «Длащбе», то есть то, что происходит в русском бюзене. Такая акция «Фиксация» навык пробежала в «Ден», который в «Черменную барву» то есть «Святек», 10. листопаду, то есть «Ден полиции», то есть «Ден», а навык я решила устоять на «Руде» на «Наместке». и работал с барвом. А я хотела также показать, что этот бюзенский табор не имеет никакого места, которое одделено оснатным дратом, а где – ясная хранница. Этот бюзенский табор влазни далеко ширший, а если, что эта хранница уже недавно сетрина, так se минимально постепенно стирает. Что касается акции «Шов», то это также то, что это жест, который используется. Но это бывает редко, но это происходит в тюрьмах и зонах, и то есть это тоже нужно было опять же показать, и нужно было сказать, да, что… показать вот это вот, вот этой тишины, которой хотела добиться власть от общества, когда людям просто посредством этого карательного процесса приказывали заткнуться, то есть, ну, показать вот эту перспективу, показать перспективу, ну, вот этого вот идеального гражданина, да, который не может говорить, но весь парадокс в том, что когда власть достигает того, что она хочет, к чему она стремится, она не знает, что с этим делать, потому что, когда у человека зашит рот, ну, никто не сможет взять у него показания. это всегда ловушка для власти, это всегда тупик для власти, то есть, когда, когда можно сделать какую-то ситуацию логической завершенности вот этой вот некой идеи, то есть, ну, идеи той или иной, да, вот идеи, идеального гражданина, вот этого вот молчаливого, которое ничего не говорит, которое не высказывается, идеи зафиксированного, да, то есть, вот в этом диапазоне допустимых поливаний человека, и это касается акции «Туша», акция «Туша», ну, скажем так, что меня натолкнуло, я увидел фотографию с Первой мировой войны, мертвое тело, то есть, человек, ну, какой-то, солдат, запутавшийся, я не помню, как это называется, ну, какие-то укрепления, такие вот ловушки, огромные мальчики колючей проволоки, ну, можно сказать, лабиринты колючей проволоки. Я просто, ну, в этот момент, долгое время наблюдая за ситуацией, ну, и ощущая на себе ситуацию. Я помню, что это и есть существование индивидулем загоне животной покорности, да, когда человек на любое движение, ты сразу, да, натыкаешься, напариваешься на эти колючки. В принципе, все что у тебя остается, тебе остается вот ворочаться в этом индивидуальном загоне, да. То есть, это опять же, вот эта вот перспектива множества вот этих индивидуальных, вот этого закона послушного и надежного гражданина, которые выручатся в этом диапазоне, в этом блоке, да, но в принципе они куда-то думают, что их сделать не может, они все не будут испытывать, но конечно они будут испытывать неудобство, вот, как это дать с тем портами. Да, 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 хорошо. Влажно, если влажно, то, что хочет. Влажно, чтобы люди взмлкли и хочет, чтобы это было тихо, чтобы никто не против. И так я собираю перспективу идеального обчана. Парадоксом, что если влажно, то, что хочет, то достает себя до таковой пасти, потому что человек, который не может говорить, ничего не заметит, но также не может подать жильное высвятление, не может сказать ничего. Так что та логическая мышленька о том, как си переставит функция. Покажи о акции Мршина, там я вспомнила фотографии с первой святой велки. Видел я мртвое тяло вояка, который достал до таковой пасти, не знаю, как это название, лабиринт с остнатого тракта. И я чувствовала себя в подобной ситуации. Это ситуация, когда не можно сесть в любом смысле, где можно остаться только внутри лабиринта, а когда послушный обчан только внутри остнатого покона и не может быть в любом смысле. Это не порядочное, и конечно же это выволит. Единственное, ну и когда идея, та или иная идея вот этого контроля доведена до своего логического завершения, то в этот момент, и это важно, власть оказывается в тупике. То есть что с этой ситуацией делать вот в этот момент, как раз уже представители власти не знают. Ну и как раз это то, что позволяет уже разворачивать с дальнейшему narrативу от того, что начинает происходить после того, как они начинают осуществлять акцию. То есть что заставляется вот этот тупик. Так что если представители власти доведутся до мотора, то власть оказывает себя в слепой улице, а сама не знает, что с этим. А на то я потом показал, а то я узнал, что это так и по той самотной акции. И еще один вопрос. Достаточно частым предметом тему разных акций бывают еще связанные с религией. От акций, которые живут в Праге, от выступок о старожной религии, а с собственного пусы райот, а не то, что как бы в будущем звезды, которые живут в своем выступлении, которые не представили, а не скажем прекрасные акции на Лобном месте, или там в дорогих магазинах. У вас это тему нет, и на вас не интересны, или о чем нет? Одним из частых темат прежде всего я не думаю, что художники, разные художники, должны просто за время, пока они что-то делают, просто перебрать какие-то темы. Тему религии, тему того-то, того-то, тему секса, тему еще какую-то. Мне кажется, что это такое-то чрезмерное обращение, это банализация самого искусства, самого процесса искусства. Это прежде всего. Тема религии, ну скажем так, моя первая акция как раз вышла из процесса над Усераей. И в тот момент я увидел в происходящем нечто другое. То есть, не буквально, да, то есть, ну я не знаю, там, атака на церковь, или что-то такое. То есть, я увидел тогда этот акт. Ну, если, если в какой-то момент, какой-то, создастся какая-то ситуация, то есть, да, и я пойму, как-то увижу, что и как можно сделать, потому что, ну, если ты что-то делаешь, ты должен быть уверен, да, что это будет адекватное высказывание. Потому что то, что происходит, это не просто какое-то твое личное отношение, там, к тому или иному институту власти, да, это действительно актуально, вот, тому, что сейчас происходит, то, возможно, это что-то будет. Надо только понимать, что до этого был и Авдей Тараганян, и Олег Маграмати, и Псирает, и все остальные, да, то есть, нужно понимать, что уже было сделано, то есть, что сделали Псирает, они сделали акцию уже после всех-всех, но они сделали ее не менее значимой и не менее сильной, то есть, и тут уже, опять же, очень много сказано и сделано, то есть, опять же, там у всех разные, и о разном получились акции, то есть, потому что, ну, просто повторяться, из-за того, что такая тема, наверное, нет смысла. Я не думаю, что таковым уколом умелцов веем своей творческой чинности виноватся урчатому почиту темат, как виноватся на общество, сексу, а так далее. Я думаю, что таковое поэтие ванализирует умение. Тема на общество в одном из моих акций в первой акции я реагировал на процесс скуса Райот и я думаю, что это немного другим образом. Я не брал это как уток на цинке. Но важно, что в том, что человек делает. Добавило, что можно сделать в самом деле на ситуацию. И это возможно, что я еще смерую, но, как я говорю, уже на эти вещи реагировали, много акций пробежали, это очень важная акция, а разные люди имеют разные приступы. Я думаю, что нужно по нему опаковать, чтобы я зашел еще раз в следующем акции. в том, что в России не только институты на на анализации, что касается искусства, а скорее реакции совершено других правоохранительных насколько можно ожидать меры репрессии, насколько существует, или вы понимаете, что существует, как это темы, где точно посадят, или это абсолютно непонятно, с неуверенностью жить. неуверенностью живет. К сожалению, или, может быть, к счастью, нет никакой возможности предполагать или прогнозировать, что будет делать власть в той или иной ситуации, потому что, что касается законодательной системы, одинаково нарушает, если мы даже апеллируем к законодательной системе, к уголовному кодексу, еще к чему-то, подписку о невыезде, то есть какие-то меры пресечения я также нарушал и с предыдущими акциями, но ничего не происходило. Ну, скажем так, меня не арестовывали. После угрозы меня, да, с одной стороны, меня арестовали, но тем, что меня арестовали, скажем так, был полностью остановлен процесс и суд по делу в Питере по свободе, и поэтому сроки давности уже вышли, на тот момент, когда было судебное задание в Москве, по большому счету один процесс просто съел другой процесс. То есть, даже исходя из каких-то юридических предпосылок, если кто-то мыслит так, то, в принципе, это получается такой способ скорее уйти от какого-то, наверное, наказания, возможно, ну, хотя я не действовал, исходя из этого мотива, потому что, опять же, я не знал, что произойдет. Я говорю это к тому, что никогда не известно, что в какую сторону, где повернется, ну, и тем оно интереснее, потому что жить в состоянии полной предопределенности и предсказуемости, ну, наверное, было, прежде всего, конечно, просто скучно, когда жизнь становится совсем другая, да и понятная, да и понятная, да и я. Богу жал, небо, может, богу дик, не могу вообще предполагать и отгадать, как представители охраняют себя. Я в некоторых своих акциях порушил то, что старберозаконодательным системом, то, что стоит в трестном законе, а ничего не стало, так можно сказать, незаткли мне. А по другим акциям меня заткли, а потом таки могу сказать, что против меня было захайено ризень в Петрохраде, а то потом было провлечено. Когда в Москве было захайено новое ризень, так то в предшествии уже не было актуально. Так что там есть некий способ, как с того я не вышел. Я не знал, к которым сменам это будет убирать. Никогда не знаете, как это будет. Но на этом потому что если вы живете в ситуации, которая плнень предвидательна, то есть это нуда. Дякую. так еще пару вопросов, а потом подождите власть в публику, так можете о том, на что вы будете птать. Я бы сейчас на начале взрослых между акцией в том, что видит в том, что документация акций. Чаще всего видит документацию как фотокопия, протокол и так далее. В том, в том, как документация работает. рождение границы форм политического искусства, этот процесс постоянен, потому что постоянно происходит борьба за именование. Внутри этого процесса есть прецеденты политического искусства. И как раз эти уголовные дела или вообще какие-либо бумаги, они связывают и создают весь непрерывный нарратив с одной стороны, с другой стороны. Откуда еще взять эти прецеденты? Это тоже способ коммуникации с аппаратом власти, потому что это бюрократические аппараты, это поле области перераспределения бумаг. То есть там все идет через бумагу, поэтому от этой бумаги все это идет и для этой бумаги бюрократический аппарат все это в конечном итоге делает просто для статистики. Вот и все. с тим процессом и председенты политические умения. Документация и формулары витважают непрерывный нарратив представителей моции. А это способ коммуникации с аппаратом. Это бюрократический аппарат, где все работает среди папиров. А на папире все стоит. Все, что делается в рамках аппарата, бумаги. Они дают видеоматериалы, фотоматериалы, которые никто не может получить. Интересные и важные с точки зрения искусства, даже если говорить о формальной стороне, то есть если мы говорим о фиксации, это камера, это взгляд со стороны Кремля, то, что снимала камера видеонаблюдения с Кремля. Это материалы, которые получены через уголовные дела, то есть соответственно ФСБА видеодокументации, которые я говорю, это какие-то персонажи, когда в деле по свободе появился персонаж Корочкин, который вот в этот день, в день осуществления акции, он ехал с семьей в 8 утра, когда создалась акция «Свобода», это было 23 февраля, он ехал, Корочкин, ехал в храм. То есть он как бы это подчеркивает. Корочкин, оказывается, это действительно, это правда, это человек, который есть в этом деле, это человек, который оказался реставратором, то есть реставратором предметов декоративно-прикладного искусства. Он реставратор, он декоратор, он ехал в храм, и он возмущен. И он первый сказал тогда слово «вандализм», то есть он это осуждает, он видит в этом осквернение, обоганивание и так далее, и так далее. То есть он и есть вот этот благонадежный гражданин, то есть он опять же воплощает в себе вот это полное соответствие. И таких персонажей там довольно много, и помимо этого, конечно, вот этот язык, очень всегда интересно, как видят, и как рассказывают, как описывают действия и события, ФСБшник, там какой-то полицейский, психиатр, это всегда разные языки, они всегда сталкиваются с событием или прецедентом искусства, и начинают его как-то пытаться понять, или его каким-то образом провести в соответствие под свою систему, и там происходит столкновение языков. То есть довольно много, то есть довольно много связей, довольно много, что дают вот эти вот бумаги. В тих формулларах есть достаточно интересные вещи. Займавый есть их язык и угол походу. Выповедают много. Навица есть там, например, видео и фотографии, которые другие люди к диспозиции вообще не имеют. Если мы смотрим на эту акцию «Фиксация», там камера захицует «Похлед Кремлю». Там есть материалы из тресного речения, документы, ФСБ, а также есть там попис особ, которые в том речении выступают. В рамках акции «Свобода» есть человек «Курочкин». Акция, которую я реализовала 23. Там автор war в день, когда Курочкин вызвал к храму до одного моря хватило в 8 часов. Это правда, он там ел. Курочкин есть ресторатер, ресторатер декоративного умения, он приезжал к храму и похорщил, что там происходит. Он был первым человеком, которым я назвал за Мандала, первым человеком, который говорит о пошпинении и знеучтении данного места. И он говорит о стелеснении идеального обчана, который делает то, что у него ждет. Но таких людей есть много. Очень интересный язык. Как вести пописуют фсб, как политисты, как психиатри. Те языки везде разные. И они достаются до стыку с председентом умения, которые смеют почитать или подробить. Так что с этого дает читать много. Мы здесь живем на культурных кодах. Я думаю, что, как ты тут говорили, что некоторые из них стоят по кризинскому системе, так что это очень сильные образы. Например, если шитая уст, то есть посты, стоящие перед дверьми. Так что, может, Петр представить, что бы я какую-то акцию делал и мимо моцинский систем Русска? Или они так отвернуты в том контексте, что это представитель? Что я могу сказать сегодня? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Что там. Я не знаю. Прежде всего, то есть вот то, что я могу сказать сегодня, я продолжаю работать и мне интересно работать с властью, как явлением. Я не говорю, власть именно просто там власть у тебя Путина или власть там еще кого-то. Власть как явление. То есть именно с этим я работаю. Что касается, возможно ли это за пределами России, я думаю, что да, просто нужно понимать контекст, нужно понимать контекст, в котором осуществляется работа, чтобы это не было голословным или просто поверхностным высказыванием, да, то есть сделанным по каким-то заголовкам, да, газетам. Я думаю, что это бессмысленно, прежде всего, было бы. А что касается понимания людей, я не могу посмотреть людям в голову, я не знаю, как люди видят и как люди понимают, что они действительно видят и понимают. То есть я думаю, на каком-то уровне, наверное, общечеловеческом это понятно, то есть какие-то другие моменты, наверное, может быть где-то не совсем понятно, не зависит от контекста. Я про это ничего не могу сказать. Я хочу сказать, что с работой статной силой я буду продолжать продолжать, потому что меня занимает, но занимает меня мощ как яхт, как таковая, не конкретно путиновая мощность. Я думаю, что это возможно за границами Русска, но я думаю, что это возможно, но важно понимать контекст. Несмите это дíло поврчен, не смите это что-то, что делается только для нового титулки, так что, по-моему, нет смысла. Ну а если я думаю о назор людей, то не могу сказать, потому что людям до головы не видят. Я могу понять, что они видят, как они понимают, что они видят, как они понимают, что, на некотором уровне, что я думаю, что это было бы для того, что делаю, но я думаю, что не все првки моей чиновницы. Я думаю, что они не могу говорить о том, как они понимают, как они видят. Так я хочу еще разобраться, как у Пьётр стал умillas, как он видит роли умённого в общей части, если кто-то какой-то способ, контекстуально улучшает от чиновников, кем-то, кем majorитетов брвки. А что в целом admitting умение? Художником, скажем так, политическим искусством я начал заниматься не так давно, только в 2012 году, учиться и вообще узнавать, что такое искусство, что такое история искусства, там, скажем так, какие-то методы, которыми создавалось искусство и создается. Я начал довольно давно, мне было еще 19 лет, ну и, в принципе, я больше ничего не хотел делать, больше ничего не умел делать. Я рисовать и вообще, в принципе, ничего не умел делать, но это единственное, что я, по крайней мере, что мне было интересно делать, когда я пошел учиться. И после этого я, все, что я решил, я хотел стать художником, в принципе, ничего не изменилось с того времени, то есть, после того, как я хотел стать художником, но сейчас я художник, вот и все, в моей жизни ничего особенно не поменялось. Ну, это касается, наверное, да, вот искусства, да, насколько искусство может влиять, я думаю, что искусство влияет очень сильно, потому что искусство – это часть культуры, культура – это коллективная память, это как раз вот эти наборы кодов, которые предопределяют всегда действия, то есть, ну, потому что понимание того, что происходит, оно всегда предопределяет любое действие или бездействие, то есть, поэтому я думаю, что культура даже находится в приоритете перед, там, сменой, там, той или иной говорящей головы. Это я говорю к тому, что там Путин, она какого-то изменится, Мутина, не факт, что от этого изменится система и структура, потому что культура определяет гораздо больше. Искусство, оно, ну, это непосредственно и есть часть культуры, и оно работает непосредственно с этой областью. Это происходит не так быстро, как если, как прилетают самолеты, да, и разрушают город. Ну, и город этот потом восстанавливается каким-то образом, да, но культура как раз определяет как раз очень много. Ну, а на протяжённого времени, на все, что происходит, изменения, которые происходят, возможно, они не так заметны, не так очевидны. Да, я говорю, что политическим умелцем я уже был в году 2012, но умения как таковое меня занимало уже древние. Я узнал, что я познавать, изучать умения, заниматься дейами умений, разными методами, а это уже, да, я говорю, от 19 лет. Показал, что мне уже ничего не занимало, хотелось бы от умения, но даже сказать, что я ничего не умею не умею. Креслит я таки не умею, но занимало меня это, а так я решила умения умения изучать. А я хотел быть умелцем, а теперь умелцем сен. В моем жизни в принципе ничего не изменилось. Далее в этой вопросе, на какого умения 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 на сполочность? Ну, я думаю, что это очень важно. У меня есть участие культуры, а культура, это коллективная память. Когда мы понимаем, что происходит, то на основе того, что мы идем, а не идем. А поэтому я думаю, что культура является приоритой. И если бы Путин выменивался за, скажем, Мутином, то не будет никакой важной изменой. Дужественнейшее, как выглядит культура. Дужественнейшее, что в развитие не может быть никакой рыхлой. Не может быть, как будто летадло наразит в какой-то доме, а в городе то, что это мято, а то мято даёт до хромады. Культура я постепенно, а везде вязаная на данную дому. А поэтому я думаю, что нужно будет меньше заметь. Продолжение следует...